Да, по причине того, что у нас сегодня первая часть нашего разговора с вами будет разговор о скусе. А во второй части еще более интересные вещи, которые называются виз. То есть существовал некий академик Мельников когда-то. Академик Мельников умер в 90-х годах. В наследство он нам с вами оставил некую систему. Называется она дословно система комбинаторного управления ситуацией. Сказать, что я часто говорю о скусе, мы его даже пытались, скажем так, вне наших компаний, где-то там на периферии преподавать. Преподавать его сложно, по причине того, что скус достаточно сложная вещь. То есть в аббревиатуру уже заложена система управления ситуацией. То есть за оружие, за вооружение у скуса принята ситуация. Что-то такое сейчас будем как-то разбирать. Комбинаторного, то есть комбинации ситуации. Академик Мельников в свое время создал такую систему и создал ее для армии. Армия на вооружение скуса не приняла. Причина банально проста. В тот момент времени, когда Академик Мельников закончил конструирование этой штуки и на нее начали проверять, у нее не было что? Останавливающего, так называемого воружения. Что это значит? То есть задачу скуса выполнял, а дальше кривая американской мечты. То есть последствия прогнозировать было выполнение задачи нельзя. Ну вот образно говоря как. Представляете себе ковровую бомбардировку? Ну что-то в этом роде. То есть задача выполнена, а дальше последствия выполнения этой задачи и лошадей ее кареты. Всех. То есть в один приказный момент, когда Мельников умер, его племянница взялась довести скус до состояния, но уже, к сожалению, в то время не было Советского Союза. И поэтому скус у нас остался в гражданском варианте. И сейчас он позволяет и не позволяет, относительно позволяет прогнозировать последствия. Для чего мы его изучаем? Дело в том, что элементами скуса пользуются все. Начиная от милиционеров, заканчивая. То есть они не знают систему в целом, не могут этим управлять, а какими-то запчастями пользуются все. Человек, узнающий систему в целом, он что? Совершенно понимает, как разбираться с ситуацией, которая возникла или возникнет, или которая сегодня и что? Может с ней управляться. То есть, когда ты понимаешь целое, а они понимают только части, то тебе очень легко некой отверткой подкручивать ситуации так, как тебе необходимо. То есть, во-первых, скус превратился в такую вещь, как громадный оборонительный аспект сам по себе. Потому что, по сути, на любую вещь можно смотреть двумя глазами. С точки зрения человека и с точки зрения ситуации с третьим лицом. По сути своей, вообще, существуют некие терминалы, существует некая система коррежек. В общем-то и все в мире. Другого ничего нет. Кто будет смотреть, то у вас либо вот ситуация, либо я с кем-то. Или с друг. То есть, по сути своей, либо это взаимодействие терминалов, либо человек с взаимодействующей системной коррежкой. Другого нет. И вот Мельников, он создал систему, в принципе, она на сегодняшний день уникальна. Никто ее, в общем-то, не знает. Но этим, как бы, пользуются большинство людей. То есть, используют ситуации, создание неких ситуаций для того, чтобы что-то разрушать фирмы какие-то, рушить бизнесы. То есть, у скуса несколько другой подход. Мы сегодня поговорим об этом подробно. Второй, как бы, уровень решения задачи – это виз. Что можно про виз сказать? По сути, это космобония. То есть, их нет, их не существует в природе, руками потрогать нельзя. Но, к сожалению, неизвестно только сегодня, я уже говорил неоднократно, 4 научно-исследовательских института в Европе и США, которые этой проблематикой занимаются серьезно. По сути своей существуют некие системы, которые позволяют решать те же самые задачи, что решает человек в физическом плане. Не физически. Ну, банальная вещь, давайте посмотрим. Все вы, люди взрослые, все, вероятно, интернет, телевидение смотрите, все из вас, каждый из вас, вероятно, видел, что такое бесконтакт. Бесконтактный был. Ну, видели по телевизору, да. Это не виз. То есть, это человек, там, воздействующий. А тут представьте себе третье лицо. То есть, я не участвую, а я, как бы, оператором являюсь. Мало того, не просто оператором, я буду просто дать команду и пойти куда-нибудь. И какая-то невидимая, так сказать, сила, непонятно, что делающая, ну, будет бедного, несчастного человека, так сказать, мучить. Ну, например, там, хватать за ног. Ну, с этого города. Ну, с таким же успехом может ногу трупа ломать. С таким же успехом еще что-нибудь может произойти. То есть, почему разговор зашел сейчас в Украине? Дело в том, что Украина, она же, она живет с замедлителем. То есть, в России это давным-давно, там, известный факт. Уже фильмы снимает ОРТ, и тогда в Украине все это вроде как этого не существует. Ну, а разве, раз не существует, значит, его нет. Если его не показывают по телевизору или рассказывают, значит, его нет в природе. Поэтому в Украине руководитель ассоциации телохранителей России, как бы, я там не берусь оценивать его профессиональные качества, компетентность. Ну, историю он точно знает много. Ну, вероятно, они же общаются между собой. Вот он говорит, где-то порядка шести-пяти тысяч человек в год гибнет. При невыясненных обстоятельствах бизнесмена. От разного рода паранормального воздействия. Переписывают фирму и умирают. Ну, кого-то, понятно, отравили, кого-то убили. А вот, как бы, при невыясненных обстоятельствах нет ни следов насильственной смерти, ничего. Где-то порядка пяти-шести тысяч в год происходит. И вы должны знать, что существуют и вот такие вот вещи. Мало того, страх заключается в том, что вы сегодня в том состоянии способности, в котором вы сейчас находитесь. Ну, может быть, чуть-чуть надо что-то там доделать. Совершенно спокойно можете эти гадости делать. Любой человек способен на это. А раз он на это способен, значит, завтра придет человек, который это умеет делать. Его возьмут на работу и он начнет это применять против предприятия или вас. И вы будете не понимать. Вроде все в порядке, измерители говорят, все хорошо. В фирме режим белый. Жизнь прекрасна и удивительна. Я не могу объяснить, как это происходит, но оно происходит. Оно происходит. Детально происходит каждый день.